Кофе Итак, откуда же берется кофе? Как его готовят? Об этом сегодня сделано в Украине. Плантации кофейных деревьев выращивают с незапамятных веков в так называемом кофейном поясе. Это Африка, Азия и Океания, Центральная и Южная Америка. Плоды кофейного дерева спеют на протяжении 6-8 месяцев и завязываются на протяжении года. Качество кофе зависит не только от сорта кофейного дерева, почвы и других условий, но и от того, как его собирают и обрабатывают. Очень важно собирать вовремя созревшие плоды. Если этого не сделать, урожай можно погубить. Немаловажным является правильная обработка плодов сразу после уборки. Существует два вида обработки плодов – сухая и влажная. Суть обработки – в очищении зерен кофе от мякоти и семенной оболочки и просушивании. Во время сушки на солнце семена кофе ферментируются. Дозревают, в них происходят некоторые химические изменения, которые улучшают вкус и другие качества кофе. Слишком быстрая сушка, как и длительная, может испортить кофейные зерна. На склад этой киевской кофейной фабрики доставляют зеленый кофе из 15 стран мира – Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Коста-Рики, Индонезии и других. Со складирования кофе начинается процесс его окончательной обработки и подготовки к употреблению. Каждая партия зеленого кофе проходит контроль качества на предприятии. Это химический анализ, калибровка, очистка от примесей, тестирование. Многие компании создают свой бленд, смешивая разные сорта кофе. В лаборатории каждый сорт кофе обжаривают специальных мини-ростеров, делают рецептуру и купажируют. Затем бленды дегустируют и выбирают лучшие. Они и пойдут в массовое производство. Первое, что необходимо для производства качественного кофе – обжарочный аппарат, который сможет правильно выдерживать температурный режим. В современном оборудовании для обжарки кофе – Ростера – зерно обжаривается в течение 16-18 минут при температуре 200-250 градусов по Цельсию. В обжарочный аппарат высыпают зеленый кофе. Производительность оборудования составляет 120 килограммов за один цикл. Время цикла – от 12 до 32 минут. При максимальной загруженности производства – 150 тонн кофейных зерен в месяц. Аромат, цвет и вкус кофе формируются во время обжарки. Важны и умения Ротмастера, который контролирует этот процесс, следя за качеством обжарки. Периодически, во время обжаривания, Ротмастер проверяет уровень готовности кофе. После обжарки кофе зерно выгружается в миксер-охладитель. Вращающиеся лопасти помогают быстро охладить кофе перед следующим этапом производства. Качество обжаренного зерна определяется по его внешнему виду и вкусу. Важно строго соблюдать технологический процесс обжарки, чтобы достичь баланса вкусов и ароматов. В зависимости от страны происхождения кофе и его сорта, в степени обжарки и технологии приготовления выделяются разнообразные вкусовые оттенки. Их насчитывается около 800 разновидностей – ореховый, винный, шоколадный и многие другие. Теперь обжаренные кофейные зерна должны отлежаться какое-то время, проходя процесс дегазации. После дегазации кофейные зерна готовы к окончательной переработке. Происходит упаковка кофейного зерна, либо помол и упаковка молотого кофе. Гриндеры способны помолоть до 3 кг в минуту. Молотый кофе затем вакуумируют и упаковывают. На этом предприятии используют специальные пакеты из металлизированного лавсана, что позволяет защитить кофе от проникновения влаги, газов, солнечных лучей, посторонних запахов, сохранить аромат как можно дольше. Фасовочно-упаковочное оборудование дозировано распределяет кофе по пакетам и запечатывает их. Линия пакует зерно, молотый кофе, сахар и стики с растворимым и сублимированным кофе. Производительность оборудования 60 упаковок в минуту весом от 2 г до 1 кг. Кофе хранится на складе готовой продукции, а в дальнейшем поступает в реализацию, чтобы каждый потребитель смог насладиться его вкусом и ароматом.